Ищешь секретный секрет, как же раскрутить инстаграм? И попал на это видео, я тебя поздравляю, тебе повезло. Йо привет, меня зовут Павел Абазов, и в этом видео я тебе расскажу, как же раскрутить свой инстаграм. В общем, если тема тебе интересна, то пожалуйста, прямо сейчас поддержи меня своим царским, крепким лайком. А я начинаю. 7 пунктов, которые тебе понадобятся для того, чтобы твой инстаграм хорошо развивался в 2019 году. Первое, что тебе нужно сделать, это, конечно же, оформить свою страницу и подогнать свое описание в своем профиле под новый формат. Потому что сейчас в инстаграме новый дизайн главной страницы, и все профили выглядят по-разному. Стала более крупная аватарка, она теперь в другом уголочке находится. Теперь, если твое описание слишком большое, то оно вылазит за рамки и появляется кнопочка еще. То есть, описание скрывается. Описание стало менее шире и более высоким. Мне будет тебе это немножечко сложно объяснить, но просто посмотри на конкретных примерах. Вот таким был мой профиль до обновления. А после обновления в инстаграме у профилей новый дизайн, и теперь профили выглядят вот так. Так вот, соответственно, старое описание не влезает в формат нового дизайна. Поэтому, если твое описание тоже не подходит, то, пожалуйста, измени его. Ну и просто оформни свой профиль. Следующий пункт. Это, конечно же, твой контент. То есть, это фото и видео. Расскажу поподробнее про каждый из типов. Смотри. Фото продвигаются лучше по хэштегам. То есть, они чаще попадают в топ и чаще набирают лайков, комментарии, подписчики через хэштеги. Я тебе рекомендую смешивать низкочастотные и высокочастотные хэштеги вместе и выкладывать их одним блоком в комментарии. То есть, до 30 хэштегов. Механика продвижения видео в инстаграме совсем иная. Видео не продвигается по хэштегам, либо почти продвигается, но не слишком хорошо. Поэтому, если ты думаешь, какие же хэштеги составить, чтобы твое видео выстрелило, то просто отброси ту затею, ставь какие-то там, не знаю, рандомные хэштеги по теме видео и все. Лучше больше заморочишь над тем, какое будет видео. Потому что, если твое видео интересное, какое-то яркое, насыщенное, возможно даже трэшовое, то инстаграм продвинет твое видео в раздел «интересное». И пользователь, который лайкал похожее видео, ему инстаграм предложит твое видео посмотреть, и он его посмотрит. То есть, фотографии лучше продвигаются по хэштегам и геолокации, а видео лучше продвигаются через раздел «интересное». Следующий пункт. Это, конечно же, посты. Да, если твоя фотография ярко-интересная, то человек уже обратит внимание на пост. И если пост интересный, насыщенный, человек его прочел, то он, скорее всего, подпишется на тебя. Про то, как писать крутые посты, я вот записывал вот это видео, если хочешь, посмотри. И да, если ты записываешь видео, то не обязательно писать огромные текстовые посты. Для видео достаточно будет небольшая, емкая, но интересная подпись, и так твое видео будет лучше продвигаться. А для фото уже важны большие текстовые посты. Это помогает продвижению. После того, как у тебя готовы фото, видео и посты, тебе необходимо составить контент-план. Это стратегия, которая позволит тебе набирать больше подписчиков в этом новом году. Контент-план это фото и видео, которые заранее запланированы у тебя через специальный, допустим, календарь, либо через сервис. Вот, кстати, я снимал видео про сервис, тоже, если хочешь, посмотри. Этот сервис позволяет на автоматической основе публиковать твои посты. Я рекомендую составлять контент-план минимум на 2 недели вперед, чтобы у тебя освободилось время для того, чтобы наделать побольше фото и видеоконтента. Ну и просто отдохнуть в виде инстаграма, это в первую очередь не работа, а хобби. Следующий пункт, как же раскрутить инстаграм в 2019 году? Накрутка. Да, ты такой спросишь, а почему накрутка? Я ведь был против накрутки и так далее. Да, я действительно против накрутки, но я против накрутки ботов, потому что у меня есть негативный опыт с этим, и я знаю, что накрутка ботов это плохой способ продвинуть инстаграм аккаунт. Во-первых, инстаграм спишет твоих ботов. Во-вторых, инстаграм за это тебя может забанить. Ну и в-третьих, эти боты, они не будут следить за тобой, не будут читать твои посты, не будут смотреть твои видео и сториз. А как ты знаешь, в инстаграме сейчас лента ранжируется так, что как только ты опубликовал какой-то определенный пост, его видит небольшая группа твоих подписчиков. Если им пост нравится, то инстаграм уже понимает, ага, пост интересен, давай-ка я покажу его другой группе людей. И, соответственно, так твой пост пост постепенно органически набирает охваты. А если у тебя в профиле накрученный бот, то инстаграм покажет, скорее всего, пост им, они не проявят никакой интерес, не будут ставить лайки, комментарии и вообще им это будет неинтересно, потому что они боты, это не живые люди, и они никак не смогут повлиять на ранжирование твоего поста. Соответственно, это вообще бесполезный пост в раскрутке, поэтому если ты думаешь накрутить себе ботов или нет, то не делай этого. Следующая накрутка лайков. Да, на первых порах ты действительно можешь накручивать лайки, но не более 1000 лайков на один пост в сутки. Вообще, на первых порах я не рекомендую накручивать больше, чем 10% от лайков, которые тебе набираются. Например, если у тебя пост в среднем набирает 100 лайков, то не накручивай больше 10 лайков. Если твой пост набирает в среднем 1000 лайков, то не накручивай более 100 лайков. Как показала практика, как только у тебя выходит пост и если ты за первые 5 минут после выкладки поста накрутишь хотя бы себе 100 лайков, то это поможет тебе попасть в топ. Вреда от этих 100 лайков особо не будет, а пользы на самом деле очень много. Следующий тип накрутки это конечно же накрутка комментариев. Ее я тоже тебе не рекомендую использовать, но тут есть один нюанс. Я не рекомендую накручивать комменты, которые оставляют боты. Лучше покупать офферные комменты от 5 слов и более. Так ты обезопасишь себя и так у тебя получатся хорошие обдуманные комментарии, потому что комментарии реально помогают продвинуть твой пост. Топы инстаграма и тебя так увидит большее количество людей. Накрутка разобрались. Следующий этап, который поможет тебе набрать больше подписчиков и раскрутиться в 2019 году. Это публикация сторис и общение с своими зрителями через прямые эфиры. Вообще если говорить про соотношение прямые эфиры сторис к постам, это должно быть примерно 70% в 30. То есть 30% это твои посты и видео в твоем профиле, а уже 70% это сторис и конечно же прямые эфиры. Сторис должны всегда преобладать над обычными постами. Потому что сейчас ленту в инстаграме почти никто не смотрит, а вот сторис они расположены в самом верху и сторис смотрят все. Поэтому удели большое внимание сторис и пожалуйста чаще публикуй сторис, чем посты. Это тебе поможет больше взаимодействовать со своей аудиторией и больше вовлекать их в свою жизнь и в свой контент. Следующий этап раскрутки твоего профиля это массфолловинг. Те блогеры или предприниматели, которые говорят, что массфолловинг умер и вообще не надо им пользоваться, надо отключать всякие сервисы и вручную тоже нельзя им пользоваться, потому что почему-то там. Вот, все эти блогеры и предприниматели в корне неправы. Лично у меня массфолловинг очень хорошо работает и в среднем конверсия от 5 до 15%. То есть, допустим, если ты вручную будешь подписываться на интересных тебе людей и, например, подпишешься в сутки на 1000 человек, то в результате на тебя подпишутся от 50 до 100 человек. Это довольно хорошая конверсия. Она будет работать лишь в том случае, если твой профиль хорошо оформлен. Там есть красивые, качественные, интересные фотографии. Есть полезные и интересные посты. Но вообще, в принципе, твой профиль хорошо оформлен. Если все эти пункты соблюдаются, то человек, скорее всего, на тебя подпишется взаимно. Но позже ты уже сможешь от этого человека отписаться. Чтобы конверсия была довольно высокой, находи свою целевую аудиторию. Например, если ты спортсмен и ищешь подписчиков, которые увлекаются спортом, то ищи и в каких-то спортивных пабликах, у каких-то медийных личностей, которые тоже занимаются спортом и которых все знают. Подписывайся на их подписчиков, либо через специальные сервисы, определяй целую аудиторию, которая проявляет активность в этих профилях, собираю и уже позже введи автоматическую раскрутку по ним. И да, если тебе вручную не хочется подписываться на этих людей, не хочется свое время тратить и так далее, то для этого есть специальные автоматические сервисы, через которых ты можешь ввести раскрутку на автомате. Про один из этих сервисов я уже записывал отдельное видео. Если хочешь, посмотри. Этот сервис позволит тебе раскручиваться на автоматической основе. Ну и последний пункт на сегодня. Как же раскрутить инстаграм в 2019 году? Если в предыдущем году ты избегал взаимопиара, каких-то конкурсов, рекламы у блогеров, гивавеев, таргетированные рекламы и так далее, то пожалуйста в этом году попробуй. И возможно, если ты это пробовал, но у тебя это не получалось в предыдущем году, то возможно на этот год у тебя все получится. Если будет много комментариев под этим видео, то я сниму отдельное обучающее пошаговое руководство про то, как правильно настроить таргетинг в инстаграм, чтобы тратить как можно меньше денег на рекламу и получать как можно больше подписчиков и заказов по итогу. Если интересно, то ставь лайк и пиши в комментарии, что тебе надо осветить данную тему. И самый важный, главный, секретный секрет, который поможет понять тебе, работают эти способы у тебя или нет, это охват. Ни подписчики, ни комментарии, ни лайки, это все не важно. Но самое важное в инстаграме это охват. То есть сколько по факту уникальных человек, которые посмотрели твою публикацию. Если охват стоит на месте, то значит ты стоишь на месте и ничего у тебя не развивается. Если охват растет, значит ты двигаешься в правильном направлении и уделяй больше тем способам, которые у тебя реально работают. Например, если у тебя больше заходят фотографии, они часто лайкаются, комментируются, растут охваты и так далее, то чаще публикуй фотографии. Если у тебя заходят видео, то публикуй видеоконтент. И да, не стоит забывать про инстаграм тв, то есть IGTV. Да, само собой вертикальные видео не всем по душе, не всем они нравятся, но все-таки это дополнительная площадка, на которой ты можешь найти своих новых подписчиков. Поэтому, если ты снимаешь видео, то пожалуйста, обрати внимание на эту новую площадку и возможно так у тебя все пойдет. Только вверх ты будешь получать много новых подписчиков, много клиентов и вообще у тебя будет все замечательно. Поэтому вот такое вот было видео. Если оно тебе понравилось, то поддержи меня своим царским крепким лайком. А если будет более 500 лайков, то я запишу видео про то, как круто обработать фотографию и превратить ее в видео, чтобы она попала в раздел рекомендаций, интересного и чтобы благодаря этому ты получил много новых подписчиков. Если интересно, ставь лайк и я запишу такое видео. А на этом все. Меня зовут Павел Абастов. Подписывайся на мой инстаграм-аккаунт, подписывайся на этот ютуб-канал, чтобы всегда быть в курсе всех событий и новостей касательно инстаграма. Пиши в комментарии свои вопросы и пиши вообще, как тебе видео понравилось или нет и обязательно делись своей обратной связью. И предлагай темы для новых видео. Ну а вот такой вот был видос. С тобой был я, Павел Абастов. Еще увидимся в следующем видео, которое сейчас появится. И пока-пока.